Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки фэншуй. Мы заканчиваем западный зодиак и заканчивается он естественно знаком рыб. Созвездие рыб одно из самых больших, оно правда не имеет особо ярких звезд, в основном его создают звезды четвертой и пятой величины, а самая яркая звезда созвездия рыб это двойная звезда Эль-Риша, которая в общем-то и украшает это созвездие в полной мере. Находится оно в основном почти полностью в северном полушарии звездного неба, поэтому в данном случае одно из самых, можно сказать, ну не изысканно с яркими звездами, но достаточно большое красивое созвездие. Ныне в созвездии рыб находится точка есеннего равноденствия, поэтому созвездие достаточно ответственное и символически оно как и принято, и как вы привыкли, представляет собой двух рыб. Эти две рыбы изображаются у астрологов древних времен, причем вне зависимости от места их проживания. В любом случае это созвездие представляет собой двух рыб, которые между собой соединены невидимым шнуром. Я чаще всего обращаюсь к египетской мифологии, и поэтому в общем и целом о изображении этого созвездия и египтологов и будем разговаривать. Итак, обе рыбы соединены между собой невидимым шнуром. Обычно привыкают, что между рыбами располагается небольшой прямоугольник, в котором, собственно говоря, схематично изображена двойная волна, то есть принадлежность стихии воды. И помните, что вода – это сущность всего живого. Из воды всем верованиям был создан мир, а потом уже все остальное. Поэтому считается, что вода – это первоначальная сущность мироздания и созидания. Ну, тут у нас разночтений быть не может. Но египетские астрологи добавили дополнительные символы, о которых нам следует поговорить. Итак, две рыбы. Одна из них находится там, где ей должно быть находиться, то есть под водой. Это естественное состояние рыб. И, казалось бы, ничего эта рыба плохого характера человека не предвещает. Но над головой этой рыбы египетские астрологи расположили женщину, укращающую веприя. Веприя по астрологии египтян – это воплощение бога Сета. Бог Сета – это бог зла, бог смерти, бог разрушения. Поэтому, в общем и целом, в некоторой степени, невзирая на то, что женщина укращает веприя, мы должны понимать, что одна из рыб – это носитель всего разрушающего и темного, что есть в характере рыб. Вторая же рыба устремлена в совершение свойственной для нее стихии, то есть она как будто бы выпрыгнула из воздуха и куда-то мчится навстречу неизведанному, светлому и прекрасному. И почему я говорю светлому и прекрасному? Потому что египтологи располагали именно над верхней рыбой глаз гора. Глаз гора ведет к новым победам, к возвышенному, прекрасному, созидающему. Поэтому, как вы понимаете, уже в этих даже изображениях и в той символике, которую им присвоили, заложена двойственная структура характера рыб. С одной стороны, в них достаточно много от бога сета, то есть разрушающего и печального. А вторая их половина сущности – это очень светлые, добрые, устремленные весь выск мечтам люди. Поэтому, в зависимости от того, какая рыба завладела человека в полной мере, отсюда может быть и ярко выражен его характер. Среди рыб есть достаточное количество прекрасных, замечательных людей и некая группа тех, с кем жить нельзя, не то что всю жизнь, а даже и двух минут. Но мы не будем забегать вперед, и самые счастливые рыбы, как вы понимаете, те, кто в равной степени хотя бы усвоили и получили от природы и злого и хорошего. Идеальных людей нет, и достатки есть у каждого человека. Но, дорогие мои друзья, кто-то борется с недостатками и усовершенствует свой характер, а кто-то отпускает на тормозах и считает, что любить меня, полюби меня таким, какой я есть. В данном случае получается, что нам всем надо работать над собой. К сожалению, нас прервали, но тем не менее вы уже поняли, что две рыбки, две черты ярко противоположные друг другу характера, поэтому рыбам будем уделять достаточно ответственное внимание для того, чтобы все-таки в них разобраться. Помимо того, что рыб две, и планеты покровительствуют рыбам тоже две. Одна из них, одна из самых больших, это планета Нептун. Нептун у нас покровительствует морями и океанами, соответственно, он в руку и нашему знаку рыбы. Все было бы неплохо в этой планете, если бы эта планета не несла с собой хаос. Не только она сама по себе, эта планета хаоса. И, по большому счету, такой же хаос она приносит в жизни рыб. У них ничего не бывает особо спланированно. Чтобы они не планировали по каким-то неведомым причинам, их планы не всегда складываются. Да и сами они не отличаются особой организованностью. Это люди свободного образа жизни и свободных взглядов, но мы не будем все складывать в одну посуду. Нам же еще предстоит это все раскладывать по полочкам. Итак, Нептун делает достаточно хаоса в жизни рыб. Однако, аж именно Нептун им дает какое-то мистическое понимание жизни и склонность к невероятной по силе любви, которой не могут отличиться другие знаки зодиака. То есть плюсы тоже есть. Конечно, если бы только был один Нептун, то рыбы были бы достаточно несчастливы. Однако им еще сопутствует планета Юпитер. Планета Юпитер – это планета баловней судьбы. Поэтому в некоторой степени рыбы тоже могут ощутить его счастливое воздействие на свою жизнь. И по большому счету, таким образом, несколько уравновешивается их достаточно хаотичная жизнь. Итак, дорогие мои друзья, по-моему, я сказала вам достаточно для того, чтобы мы уже соотнесли все, что мы говорили, конкретным людям, для того, чтобы они поняли. Итак, у них всего по два. Две черты характера друг другу предположены, две достаточно противоположные планеты. Поэтому это люди непростые. И начнем их изучать постепенно. Основная миссия людей, рожденных под знаком рыб, а учитывая, что все-таки рыбы завершают весь гороскоп, это высветляет недостатки других знаков. Но, впрочем, как и подчеркивает достоинство всех знаков зодиака, которые рождены до них, у рыб какое-то замечательное качество. И вот в зависимости от того, какая звезда их поманила, какие черты характера они в себе имеют, рыбы с положительным зарядом, умеют окрылять вокруг себя каждого, кто рядом с ним. В глазах собственных знаков все вырастают, когда их хвалят рыбы, потому что действительно замечания весьма лесные, приятные, окрыляющие, и хочется рядом с ними жить. Но если вами оправить темная рыба, то рыба занимается вовсе не высветлением достоинств, а глубоким и саркастическим изучением недостатков людей. И тогда они превращаются в брюзжащих, мало контролирующих себя личностей, которые постоянно полны негатива, и этот негатив приносит жизнь окружающих. Посоветовать рыбам изменить свой характер так же успешно, как плюнуть против ветра. Все равно плевок, как говорится, вернется в точку назначения. Вопрос только в том, что хотите вы того или нет, для того, чтобы с вами было комфортнее жить, вам все равно придется делать какие-то выводы. Бывают такие ситуации, когда люди организуют, например, 5-6 браков и не могут прожить ни с одним человеком. Меняются знаки зодиака, а исход все время один и тот же. Дело в том, что эту карусель, дорогие мои друзья, надо прекращать. И знаки зодиака виноваты в том, что вы урод. Извините, скажу так, как есть на самом деле. Быть может, вот эти черты, по которым с вами люди не живут, находятся прежде всего в вас. То же самое я могу адресовать рыбам. Рыбы имеют огромное количество достоинств, о которых мы поговорим, но их недостатки, особенно по высветлению чужих недочетов и полное неприятие к замечанию в свой адрес, может иногда довести до безумия любой знак зодиака. Итак, если они пришли высветлять и давать оценку всем знакам зодиака, вы прекрасно должны понимать, что замечаний по поводу вашей персоны у рыбы будет всегда предостаточно. Она всегда выскажет свое мнение о вас. Тай бог приятное, но бывает по-разному. Поэтому, в общем и целом, рыбы живут в этом смысле. По философии есть собственного знака. Они изучают людей и дают им оценку. У рыбы есть еще некоторая особенность, которая в некотором смысле шокирует окружающих. Какая-то отрешенность от мира, как будто не от мира всего. И суждения их иногда бывают, действительно, в некотором степени даже раздражают людей. По большому счету, может быть, это и так. Но помните, пожалуйста, что рыбы, в своем взгляде на мир, они смотрят на вас из космоса. Такое ощущение вот у этих знаков, которые действительно глубоко забегают вперед, вот, например, это случается, например, с теми же самыми водолеями и рыбами. Такое ощущение, что они всю человеческую жизнь уже давно прожили, она их не интересует. Они уже смотрят с каких-то таких высот, которые вам, по существу быту, даже не нужны. Поэтому рыбы зачастую в бытовых вопросах кажутся весьма беспомощными или желающими, чтобы бытовые вопросы за них решали, а они только как бы из-под воли, а то и наглым способом, как говорится, руководили людьми в этом смысле. Иными словами, что я хочу сказать. Бывает такая история, что в бытовых вопросах рыба беспомощная. Это в связи с тем, что у них космический взгляд ума, а космический взгляд ума не имеет никакого отношения к обыкновенным бытовым вопросам. Поэтому быта у рыб может идти по-разному. И помните, что рыбы делятся на два строгих отряда. Одни из них исключительно хороши практически в любом деле, особенно в плане человеческих взаимоотношений. Они умеют сочувствовать, они умеют прощать, они умеют любить, они умеют поддерживать. Если вам в жизни встретились такие рыбы, вы будете о них говорить с полным восхищением и пониманием. Они мягкие, они не скажут дурного слова. Ну то есть уникальный, можно сказать, пластырь для души. Вторая же категория с точностью да наоборот. На них никогда нельзя положиться. Они делают, что попало. Они оскорбляют, обижают, они ненадежны. Это действительно самые мерзкие люди, которые только могут встретиться. К чему-то делают из-под тишка тихо, к тихому мутичерки водятся. Это говорят именно про этих людей. И если вам встретились эти люди, так они же еще вместо того, чтобы осознать свои недостатки, они еще громко заявляют о себе. И в адрес ни в чем не повинных других знаков зодиарка отпускают достаточно досадные и мерзкие замечания. Дело в том, что, что удивительно, у рыб какая-то особая планка между добром и злом. Этому вопросу мы уделим отдельный, так сказать, отдельный пласт моего разговора. Но помните, дорогие мои друзья, что к рыбам с мерками обычных простых людей подходить совершенно бессмысленно. Их поступки иногда действительно очень сильно удивляют. Но помните, что рыбы по общепринятым меркам и не живут. А что я вам хотела сказать, я вам сейчас разъясню в процессе разговора, а потом мы просто подведем итог. Итак, рыбы у нас делятся на два неравных подотряда. Можно сказать, я бы так даже заявила, что, конечно, есть золотая серединка, где в людях намешено хорошего и плохого. Но, как правило, у рыб деление более такое глобальное на хороших и на плохих. А средних и так и нет. Я вам уже говорила, что рыбы бывают исключительно неприятными личностями. Так вот, дорогие мои друзья, помните, пожалуйста, что все эти вещи, прежде всего, идут из семьи. Рыбы, так их сложила природа, что они с детства как будто не имеют своего мнения. И это как бы как пластилин, что вы из него слепите, то вы из него и получите. Поэтому в данном случае противостоять чужому мнению или чужому давлению, особенно в детстве, рыбы не в состоянии. Поэтому в данном случае, если вы видите человека, который не умеет себя вести, которому мы не разъяснили, как общаться с женщинами, где можно спомаркаться, извините, отправлять свои физиологические нужды, то рыбы, не получившие такого элементарного воспитания, они ведут себя достаточно развязно. Как они себя могут вести, да как угодно. Зайдя в дом, могут, например, если им надоела одежда, раздеться до гола и дефилировать в таком виде при людях. А почему нет? Потому что им не разъяснили, как себя вести. Или в доме это разрешалось, или это практиковалось. Вспомните, что вся негативная часть и отсутствие элементарных правил поведения, это все идет из семьи. Помните, я вам говорила, что у рыб от природы размыта планка добра и зла. Если в детстве их правильно воспитывать, они чутко знают, как себя вести и прекрасно этим пользуются. Но это хорошо привитое правило. Если рыб пустить на самотек и не разъяснить им эти границы, они их просто не знают. Поэтому могут шокировать своим поведением. Только потому, что у самих у них ограничений нету, а с детства им никто не разъяснил, что этого делать нельзя. Поэтому они могут делать все, что им заблагорассудится, причем с совершенно наивным лицом, искренне не понимая, за что им делают замечания. Но это же нормально, это же естественно. Их растили им, никто не сказал, что нельзя сморкаться триллиленно. Поэтому надо сморкаться громко, заливисто, со всем удовольствием в жизни. Поэтому, когда вы выращиваете рыб, им надо ежедневно, ежечасно объяснять элементарные вещи. Сделать для них это правилом жизни. Вот многие рыбы сейчас удивятся, а я так не делаю. Вы не делайте, потому что вам это внушили родители. И, быть может, для вас этот процесс был естественным, потому что у вас в семье было это делать не принято. Рыбы получают ровно то, что им дает общество. И это делают своим собственным образом жизни. Например, давайте я вам приведу уже совсем буквальный пример. В семье бандитов рыба станет бандитом. В семье литератором рыба будет литератором. А в семье хамов рыба станет хамом. И по-другому никак нельзя, потому что она принимает облик того окружения, в котором она живет. Вы можете даже за взрослой рыбой понаблюдать. Вот если она, например, по каким-то причинам бомжует и собирает бутылки, она выглядит достаточно жалко. Но переведите ее в более социально обеспеченный слой. Отмойте, очистите. Дайте ей маломальскую машину какие-то права и бразды. И она тут же естественнейшим образом вольется в эту среду. И никто даже не подумает, что она собирала бутылки. Рыбы совершенно универсально принимают облик окружающей среды. Как камбала, которую положить на доску для шахматы. Она тоже будет иметь ту же самую окраску с белыми и черными шашечками. Потому что она очень легко камуфлируется. Рыбы по существу своей, по натуре, по философии, по умению приспосабливаться к жизни. И есть и камбалы, которые на шахматных досках принимают их окраску. А завтра положи их на леопардовую шкурку, они тоже покроются пятнышками. Они делают это легко и просто. И в данном случае, если вам досталась не очень воспитанная и неотерстная рыба, можете поздравить ее родителей. Они сделали все, что могли. Или их просто воспитала улица. Дорогие мои друзья, немножечко сделаю отступление в сторону того, как я строю свои гороскопы. Мне это уже ставят в пену. Водолеи до сих пор не могут утешиться. Они так раскипятились по поводу своих негативных черт, которые они отрицают, как, например, тоже черту мстительности. Но мне по-прежнему пишут душещипательные истории, как я их обидела и не разглядела в них золотого зерна того, которое они знают о них, где оно у них находится. Дорогие мои знаки зодиака, дорогие мои друзья, вы поймите правильно, достоинства сами всегда пробьются. Вы когда живете с человеком, вы же видите его достоинства. Не надо лишний раз рекламировать, хотя я чуть не пытаюсь их умолить в характеристиках знака. Но прежде всего отравляют в жизни не достоинства, а не достатки. Почему я на них уделяю больше внимания? Потому что человек, который вас еще не знает, только с вами встретился, надеется с вами на счастливую жизнь, на какой-то успешный бизнес, да вообще на какие-то человеческие взаимоотношения, прежде всего должен быть предупрежден о негативных чертах. Одним они присущи больше, другим меньше, но они у вас есть все непременно. Просто вы стыдитесь, быть может, этому признаться, упорствуйте, но это дело ваше. Но прежде всего вы ответственны за тех людей, кого вы приручили. И если вы не можете бороться со своими недостатками, люди должны о них знать и примерить себе заранее возможность проживания с вами под одной крышей. Нравится вам это или нет, но в нас не бывает только беленькое или только черненькое. Если у вас нет того, чего вы, так сказать, так яростно отрицаете, и слава Богу, и честь вам, и хвала, и живите счастливо много-много лет, я же только за. А если у вас есть такие черты характера, из-за которых потом люди плачут, прожив 20 лет, 18, протянув лямку, вы кому-то испортили жизнь, к примеру, живете и даже не несете ответственность за эту испорченную жизнь. Но пусть этот человек узнает, что его примерно ожидает в самом начале. Так же более будет справедливо, так будет более ярко. Вот и у рыбы у нас как бы уже не заладилось с самого начала. Как будто бы начинай характеристику, а все больше на негатив. Но это опять же специфика моих гороскопов. Добро само пробьется, а вот о негативном стоит поговорить. Так вы поняли, что рыбы зачастую не имеют свое мнение. Хотя они в общем и целом весьма тщательно эту часть своей жизни скрывают. Вероятнее всего это связано даже с физиологией. Обычная рыба, которая плавает в воде, она, как правило, старается сплавляться по течению. У рыб нет силы могучей, космической, с которой бы они могли пробиться навстречу судьбе, плыть против течения. А как правило они такими силами не обладают. И соответственно лишних треволнений для себя не создают. Поэтому это люди сплавляющиеся по течению в любом вопросе, в котором только в общем и целом какой не затронут. А если ты не имеешь собственного мнения и желания и сил плыть вопреки судьбе, то соответственно гораздо удобнее принимать форму того окружения, которое вокруг тебя. В данном случае и рыбы в этом плане достаточно мягкотивы. Не стоит на это обижаться, никто не обижается на то, кем родился. У вас это вводится, с одной стороны, это некоторое достоинство обычно у женщин, потому что они умеют создать вокруг себя быт, уют, не противоборствуют своему супругу, не доказывают в доме хозяин. То есть смиряться с тем, что они имеют и в общем-то находить в этом естественное счастье. Что касается мужчин, в этом плане, конечно, это я считаю одним из крупных недостатков, потому что несопротивляющийся мужчина, это в общем и целом часто пропущенные возможности и удачи. Ну, конечно, Юпитер в некотором плане все-таки подбрасывает удачные моменты в жизни рыбам, иначе бы мы их назначили самым несчастливым знаком зодиака. Но отсутствие собственного мнения, это одна из печальных черт наших рыб. В некоторых астрологических, так сказать, справочниках двух рыб, которые соответствуют рыбам, даже считают живой рыбой, то есть под знаком Бога и мертвой рыбой. Мертвая рыба – это погрязание некоторых представителей этого знака в мир иллюзий. Они фантазируют, что-то там рисуют в своих мечтах, но реально ничего не могут воплотить. Ну и живая рыба – это то естественное стремление рыбы выжить, заработать себе деньги, обустроить быт, семью и так далее. Я всегда сочувствую в некотором смысле двойным знаком, потому что находиться друг с другом в постоянной конфронтации, выяснять отношения или покоряться какой-то одной своей сущности в ущерб другой – это достаточно тяжелое занятие. Вместо того, чтобы бороться с судьбой, этому человеку приходится еще сопротивляться самому себе. Но рыбам всегда надо помнить, если вам от природы не дана сила воли, первое, что вы должны в этой жизни научиться – это вопреки своим нежеланиям, вопреки своим фантазиям, в которые вы постоянно погружаетесь, заставьте себя заниматься реальным делом, заставьте волевым решением примкнуть дисциплине, распорядку, заниматься обыкновенными делами. Как только вы сделаете над собой усилие, перед вами откроется громадное количество горизонтов. Из мира своих фантазий и иллюзий вы наконец-то перейдете в мир реальных действий и реальных заработков. Итак, первое, что надо воспитывать рыбам – это сила воли, причем с самого детства. Потому что, если вы не умеете сопротивляться окружающим, то рыбы с самого детства могут заметить, как легко они поддаются чужому влиянию, например, более волевых и решительных хулиганистых товарищей. Рыбу можно тащить в любую, так сказать, ситуацию, вплоть до криминальной, и она не сможет сопротивляться, даже осознавая умом, что она делает неправильно. Что касается ума, то мы понимаем, но не можем сопротивляться. И в данном случае, почему я так много об этом говорю, это основной недостаток, за которым идет целая цепь потом недоразумений в жизни рыб. Либо вы воспитываете собственное мнение о предмете и умеете его отстаивать, разделяете, где хорошо, где плохо, к плохому не идете, за хорошее цепляетесь. Либо вся жизнь у вас пойдет кувырком только потому, что вам было удобно, лениво проплывать, и даже по сточным водам. Вы прекрасно понимаете, куда вы идете, но вам лень, так сказать, оттуда выбраться. Рыбы очень своеобразный знак. С ними жить достаточно сложно и трудно, особенно решительным половинам, которые кипят энергией, которые отстаивают яростно свое мнение, которые умеют это делать. Ему рыбы кажутся инфантильными, жалкими и прочее. Вот поэтому в данном случае, прежде чем опускаться в житейское плавание, очень хорошо надо разбираться в характере человека. Ну, надеюсь, я вам потихонечку помогаю. Если рыбы не вырабатывают собственные линии своей жизни, они занимаются приспособленчеством. Ярко, независимо, так сказать, ну, приспособленчество у них, они его даже не скрывают. Им даже удобно плавать, как рыба прилипала на более мышечном теле. И осуждать их особо в этом плане даже и нельзя. Дело в том, что по своей сути рыбы не являются локомотивом. Они являются прекрасным, даже вот в бизнесе, если разобраться, рыбы являются прекрасными исполнителями. У них очень светлая голова во многих вещах. Они достаточно предприимчивы, если захотят, но они не являются основным ядром своего предприятия. Вот выполнять исключительно задания, плыть за более сильным, это их самая заветная и правильная мечта. Потому что сами пробиться, как правило, они не в состоянии. А вот создать фон для более сильной личности, это пожалуйста. Это их естественное состояние души. Им не стоит на меня сейчас обижаться. У нас от природы каждому дано ровно столько, сколько дано. Одни лидеры с пробивной силой, головы, которые они крушат вокруг себя, и горы, и скалы, и стены, и пробиваются, и даже шишки не набивают. А есть более гибкие знаки, которые легче себя чувствуют, фарватеры и других более сильных знаков зодиака. Но, тем не менее, дорогие мои друзья, за рыбами это водится. И если светлая рыба, то есть положительно настроенная рыба, прекрасный помощник более сильному знаку зодиака, зодиака, то слабая рыба, то есть со знаком минус, вот это вот, из темных вод, она нагло прилепляется на чье-то тело. В самом худшем варианте, это жена работает, муж сидит дома, ненавидит весь белый свет, всех изводит, становится маленьким Наполеоном или тираном. Вот, при этом, при всем, он без зазрения совести пользуется всеми благами, которые ему приходят в руки, а в результате он, оказывается, за это никому и не должен, и не обязан, поскольку сами дали, ну и вашу, а я и взял. Это, конечно, самая тяжелая форма выражения рыб, одна из самых омерзимных, но долго они паразитировать в таком случае не могут, потому что если у людей есть хотя бы малейший намек на чувство самоуважения, они долго такое вокруг себя не терпят. Так что так. Что еще интересно, даже нагадим вам душу весьма, напоминаю, что рыбы, особенно которые плохо воспитаны, они очень частенько самые негативные черты своего характера делают видимым для людей, даже изводят людей своим вот этим дурным характером. То есть могут на ровном месте устраивать скандалы и вообще ведут себя неадекватно. И при этом, при всем, эта категория, вот знаете, как стыдливый бор. Он вам сделает больно, а через минуту его начинает снидать нечеловеческий стыд. И кажется, он вам нагадил, и смотришь, через минуту он уже пытается загладить эту вину, виляет хвостиком, идет на примирение. И искренне не понимает, почему вы еще на него дуетесь. Потому что вот он уже такой хороший, ну, 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 сказал, ну и что. Но та форма, в которой он говорит, помните, что у рыбы нет понятия, что можно говорить, чего нельзя, если она брякать желает. У нее нет понятия. То есть если она что-то говорит, это в такой мерзкой и тяжелой форме, что многие знаки зодиака потом неделю не могут забыть то, что сказала рыба. А рыба уже через три минуты готова опять наладить взаимоотношения. И искренне не понимает, почему ее не принимают, почему ее вот теперь уже приятную сторону личности человек отвергает. То есть рыба наставит на том, что после любого скандала и после всего он должен быть улажен в течение трех минут. А более же он и не может продлеваться, потому что, ну и что сказали, рыба не несет ответственность за то, что делает. Это их худшая черта. Я почему так много сейчас говорю об этом? Потому что о достоинствах можно сказать вот на пяти пальцах, и все будет ясно и понятно. Но те, кто живет с рыбами, я надеюсь, вы сейчас узнаете своих партнеров во многих чертах, почему-то в быту, когда рыбы приживаются, когда, собственно говоря, члены семьи становятся их сообществом, они иногда умудряются быть совершенно беспомощными в плане заработков, а вот в домашних условиях, где им кажется, они уже прижились, им как бы они начинают себе слишком много позволять. И не почину ведут себя широко. Вот сразу говорю, не почину. Вы не даете столько людям, сколько от них требуете. Вы не имеете права делать такие некуманные, такие безобразные замечания в адрес людей. Это я адресую как раз тем рыбам, которые не имеют себя контролировать. С вами вовсе жить нельзя. А с вами живут, вас кормят, поят, ухаживают, апстеливают. Поэтому хорошо подумайте, имеете ли вы право так себе вести. Рыбы другого порядка, полная предположенность той личности, о которой я вам рассказывала, они гуманные, они сострадательные. Они для помощи другому человеку могут пойти на большое самопожертвование. Вот, казалось бы, как это может быть? А вот, как говорится, дорогие мои друзья, кому суждено жить в темной стороне своей личности, кому не разъяснили, как жить, он там и остается. И считай это естественным для себя и для окружающих. То есть терпите меня такой, как я есть. А добрые рыбы, светлые рыбы, они зачастую даже не защищены от негатива мира, потому что они слишком для него добрые и честные. И их обидеть очень легко, поскольку они исключительно ранимы, поскольку они так хорошо могут сочувствовать другим людям, что они сами, знаете, как открытое сердце. Любой их может обидеть, любой их может оскорбить. Поэтому они часто плачут от мимоходом испорченной собственной жизни или неосторожных слов, потому что они от этого не защищены. Итак, как вы понимаете, даже в одном человеке может встречаться и одна, и вторая ипостась. А или человек полностью переходит в одно состояние своих рыб. Может быть, или полным подонком, или нежным, и ранимым существом, которое может обидеть каждый. Очень сложная натура в моем понимании, для меня лично. Я считаю, что такому человеку несказанно тяжело жить на белом свете. Ну, пусть рыбы пишут о своих судьбах, будет интересно почитать, и о общесторонних комментариях, любых, какие вы напишите. Для того, чтобы выжить, надо понимать, что люди этого знака неплохие. Психологи, они быстро разбираются, как им вести себя с тем или иным человеком. Поэтому у них для разных людей разные маски. Они прекрасные актеры. И как всякие актеры, очень любят все драматизировать в некоторой степени. Кроме того, их, как и скорпионов, влечет все непознанное, тайное, скрытое от их глаз. Они этим глубоко заинтересованы. В худших проявлениях это собирательство сплетен и досужие разговоры о других людях. В лучшем случае, например, применение рыбы в какой-нибудь профессии, где надо вскрывать тайное и явное. Плюс, напоминаю, неплохие психологи, это может быть хорошим залогом для выбора профессии. То есть в зависимости от того, куда повернуть эти способности, там они себя и могут проявить в лучшую или худшую степень. Среди рыб достаточно очень творческих людей, поэтому они себя проявляют и как артисты, напоминаю, как литераторы и как художники. То есть у них ярко выражены какие-то творческие наклонности. Они могут петь, играть, заниматься изучением музыкальных инструментов. То есть в этих сферах они весьма и весьма интересны. Кроме того, у них необыкновенно, немыслимо, можно сказать, даже развита фантазия. Они очень любят, когда начинают историю недоговаривать, ее как бы оставляя интригу для того, чтобы окружающие начали задумываться над исходом этой истории. И любят выражаться весьма и весьма викиевато, что тоже за ними водится. Это все явные признаки рыб. Ну, они такие, как и они есть, дорогие мои друзья. Но очень было бы здорово понимать, что в данном случае знак рыб – это не знак бойцов, который пробивается везде и по любому поводу. Это вот прежде всего, конечно, касается заработка. Самостоятельная рыба редко зарабатывает в себе крупное состояние. Но, как правило, может быть, это им Юпитер в руку, им удается каким-то образом к богатству все-таки примыкнуть. Либо это будет щедроты их спонсоров или, так сказать, тех локомотивов, о которых мы говорили, тогда они профессионально могут зацепиться и с общей кормушки выхватывать в себе довольно-таки приличные куски. Мужчины, рыбы, не стесняются, например, жениться на достаточно обеспеченных женщинах, которые этим самым получат себе тихую пристань, где можно спокойно и размеренно пребывать в своих мечтах и особо ничего не делать. То есть их это не угнетает. Знак рыб – это пассивный знак. И если вы изучали китайскую, так сказать, систему фаншу, понятие инь и янь, тут никто не отменял. Рыбы – это явный инь, это не бойцовские знаки, но, тем не менее, им тоже надо жить. Поэтому они пользуются тем, что им дано в арсенале. Легко приспосабливаются к любым обстоятельствам, которые случаются в их жизни. Они вырастают в них достаточно естественно, будь то в богатство или будь то полная нищета. Совершенно спокойно переживают все тяготы жизни, потому что куда бы жизнь ни вывела, это их волна, а они плывут по течению, как говорится, а я плыву на чубни, и все пофиг мы им. Вот так, как у нас говорится на Украине, то есть иными словами. А я плыву, им не плевать, куда я плыву. Это не лучшая черта рыб. Им надо с нею бороться, иначе, дорогие мои друзья, заплывете вы далеко и глубоко. Но не будем о плохом, все-таки сейчас у нас философская характеристика этого знака. В своем светлом проявлении рыбы велики миролюбцы. Они, как правило, не ищут скандалов, всячески их избегают. И если уже живут со скандалистом, то в открытую конфронтацию с ним не идут, и как бы склонны даже терпеть этот ужас в надежде на то, что их, так сказать, неразумный сожитель наконец-то возьмется за ум и перестанет их обижать. Это подход светлых рыб. Темные рыбы, наоборот, дома учиняют скандалы на ровном месте, всячески провоцируя своего партнера на то, чтобы он постоянно чувствовал себя несчастным. С одной стороны, мне кажется, что это связано с тем, что поскольку рыбам явно не хватает энергии для жизни, они своего рода становятся темной рыбой, какими-то энергетическими вампирами. И легко понаблюдать за этой ситуацией, если рассматривать отдельную супружескую пару. Рыбы, допустим, пережив неулучий день свой рабочий, возвращаясь домой, начинают всячески провоцировать своего партнера, делая ему замечания, вещи не на месте, видят то не так, все не так, и все не эдак. И буйствуют до тех пор, пока партнер не начнет выходить из себя. В этот момент, вероятно, в атмосферу выбрасывается энергия, рыба ее напивается и приходит в равновесие. Правда, этого я же не могу сказать об их партнерах. Это отвратительнейшая черта, и она по силам только очень сильным знаком зодиака, которые от потери энергии ничуть не страдают, а можно сказать, как, знаете, многие болезни раньше лечили тем, что спускали дурную кровь, так называемую. Вот, вероятно, им такое кровопускание вполне по силам, и они счастливы уже вот с рыбами, и на эти все вещи не обращают внимания. Но мягким, спокойным по натуре, гармоничным знаком зодиака подобные выходки рыб не вытерпеть. И рано или поздно эти браки рассыпаются, даже если они начинались, под очень-очень великой любви. И что интересно, опять же, в этих ситуациях провокаций рыбы продолжают, как ни в чем не бывало, через 3 минуты случезарная улыбка делать вид, что ничего не происходило. И если видят, что их партнер, которого они раскочегарили до белого коленя, не идет с ними на контакт, они даже еще пытаются в какой-то мере сделать его виноватым, в том, что он с ними, с рыбами жить не умеет, и продлевает конфликт, который не стоит в единого яйца. Но вы только что сделали все возможное для того, чтобы этому человеку испортить вечер. Вы его обижали, оскорбляли, вы делали ему замечания. И причем у рыб это получается совершенно омерзительным образом. Даже у самой кроткой, самой доброй хозяйки рыбы найдут тысячу замечаний к их деятельности. То есть мужчина встается в женские дела, которые он не склонен преломлять женщиной, никакого энтузиазма по этому поводу не испытывает, но он считает нужным делать ей замечания. Это отвратительнейшая черта темных рыб. И они, если их, опять же, в семье не научили к уважительному отношению к женщине, ведут себя достаточно паршиво. Ну а свеклые рыбы, это большие горемыки, которых тоже все обижают по той простой причине, что они надеются, что гармоний в их дом придет само собой. Защитить они себя не в состоянии особо. И чувствую себя глубоко несчастным, потому что вот это терпеливое, молчаливое многотерпение рыб многих знаков задирака сподвигает к тому, чтобы решить, что они мягкотелые, и можно на них всегда срываться. Ну что ж, дорогие мои друзья, уважать надо каждого человека, с которым вы живете. Рыбы в лучшем своем проявлении обожают юмор. Они смешливые, знают толк в всяких юмористических передачах и высказываниях. Они скромные, приветливые. Они открывают свои души, двери своего дома для всех, кто желает к ним повернуться с улыбкой, с добром, с любым добрым словом. То есть они открыты людям, если видят, что к ним идут вроде бы как с лучшими намерениями. Темные рыбы, наоборот, скромностью не отличаются, любят пафосные вещи, всячески стремятся подчеркивать свой статус показным и непоказным образом, но то есть всячески себя выпендривают во всех местах, где только могут. Тем самым в глазах общественности, увеличивая свою весомость, свой статус, ности, чувствуя себя при этом достаточно уверенно. Но это только видимая сторона вопроса. Они не уверены себе, даже обвешившись бриллиантами и золотом в том числе. И, вероятно, вот эта их злобная сущность, которая в них постоянно вылазит, это как бы самоутверждение, которое они пытаются демонстрировать среди слабых, тех, кто по воле судьбы, например, с ними разделяет супружеские обязанности и прочее. То есть жену, он ведет себя заносчиво, как павлин, и его пушит во все места. А там, где он зависит от людей, он тише воды ниже травы, готов выполнять, как мальчик на побегушках, любое задание своего босса. То есть надо разделить вот это подобострастие, которое вы обычно испытываете к людям, от которых зависит ваша материальная часть, и на членов семьи, которые ни в чем не виноваты, если у вас по каким-то причинам испортилось настроение. Как видите, я адресую как хорошие, так и плохие черты одному и тому же знаку зодиака, потому что он действительно двойной. Самые счастливые рыбы, это те, которых научили быть и светлыми, и темными одновременно, которые умеют гармонично разделить свои недостатки и достоинства и стать вполне приемлемыми людьми для окружающих. Ведь и совершенно темная рыба, она несчастлива, потому что с ней никто жить не может. И совершенно светлая рыба, это тоже большое несчастье, потому что она совершенно беззащитна перед этой жизнью. Было бы очень неплохо, если бы эти две сущности между собой перемешались, и рыбы стали более уверенные в себе, более гармоничные, тогда с ними было бы гораздо легче жить. Так как, как вы понимаете, в этом человеке намешано огромное-огромное количество совершенно несочетающихся черт характера. Вот почему рыбы кажутся людям странными, а при этом, когда их не понимают, рыбы очень глубоко и болезненно это воспринимают, обижаются на этих людей. Но ведь как вас, рыбы, можно понять, если вы за день можете дважды поменяться полностью в противоположную сторону? Или вы, в конце концов, просто себя не показываете таким, каким бы и есть на самом деле. Единственным плюсом, непогрешимым для обоих рыб, я могу сказать, что они достаточно щедры. им денег для людей не жалко, и они не сотрясаются ни от дорогих подарков, они всегда готовы в этом плане людей порадовать. Но должно же быть у этого знака достаточно весомое, все-таки доброе дело, за которое его стоит хотя бы терпеть. В данном случае их щедрость это действительно хорошая компенсация за остальные безобразия, которые могут проявлять темные рыбы. Еще одна особенность характера, которая служит рыбам не лучшей службы, это неумение делать выводы из предшествующих уроков. Сколько бы жизнь не учила рыб, они умудряются каким-то образом опять наступать на грабли. Это может касаться любого дела. То есть если им одно из начатых дел зашло в тупик по этой же причине, вот которой, ну, энной причине, и не пришло к хорошему результату, рыба умудряется и второе дело довести до той же самой причины и провалить и второе дело. Как их заставить делать выводы из собственных поступков, учить уроки жизни и не повторять дважды одно и то же, ну, я не знаю, как это сделать. Рыбы должны просто знать, что если вы все-таки сделаете вывод из ситуации, вы ее сделаете лучше, успешней и, наконец-то, получите то, чего вы так жаждете. Потому что рыбы, каким бы образом они ни жили, они в своих фантазиях, которых они огородят огромное количество, они все-таки себе желают достаточно обеспеченного будущего, они там в мечтах достаточно амбициозные, они хотят владеть самым лучшим домом, самым роскошным автомобилем, иметь в женах самую красивую женщину, ну, вот, все самое-самое, если в отеле отдыхать, так самым дорогом, если самолетом лететь, так самым жирным классом и так далее, они всего хотят. У них жажда жизни и жажда иметь огромна, а воли к реализации нет. И вот в данном случае тут придется с самим собой разобраться и, в конце концов, определиться. И помните, что одна из причин, по которой вы не можете быть успешны, это то, что вы не делаете выводов из-за ошибок в собственной жизни. Особенно это касается бизнеса, который отвечает за вашу материальную часть. Каждой рыбе на этом белом свете надо знать ту философскую миссию, с которой она пришла на белый свет. Вам, Богом написано при рождении, сострадать людям и помогать. Вот эти две вещи, которые в реальной степени, это не просто лозунг, а если вы научитесь сочувствовать людям и помогать им, перед вами в результате открывается огромный горизонт. Они могут касаться и личных взаимоотношений, и бизнеса. Эти две вещи можно применить в любую сферу вашей жизни. Если же вы их не выполняете, вот сейчас вы прикладываете эти два слова к своей жизни и видите, что вы действуете с точностью наоборот, то тогда не удивляйтесь, почему в вашей жизни так много подводных течений и камней, на которых вы все время скользите, и из этой ямы выбраться не можете. Если рыба ведет себя неадекватно, если она оскорбляет, обижает, унижает, действует как разрушение. Она не выполняет свою карму и обязательно будет наказана при ее же жизни в каком-то более важном для нее деле. Например, вы ветеранствуете дома, обязательно получите недостаточную денег в бизнесе и так далее. Все взаимосвязано. Если вы не создаете гармонию, разрушаете, идет цепная реакция. Рушится не только ваша семейная жизнь, но обязательно последствия коснутся и других частей вашей жизни. И вы будете все равно наказаны. Так что подумайте над этим. Что касается удовольственной натуры рыб, она, как правило, отражается даже в их внешности. Их внешность как будто бы неуловимо меняется вместе с их настроением. Обычно они имеют белую тонкую кожу. У мужчин достаточно маленькие руки, такие же мягкие, как у женщин. Это тоже свойственно рыбам. Взгляды несколько отсутствующие, блуждающие. Отсюда какое-то такое вечно загадочное у них, так сказать, выражение лица. Рыба никогда не смотрит напрямую у глаза своим собеседникам. Им это достаточно тяжело. У них какие-то красные воспаленные веки все время, как будто бы воздух им вреден и без воды, а они как без рук. Но вы понимаете, как будто бы все время у них глаза слегка воспалены. Волосы тонкие, достаточно редкие у этого знака. И самое главное не в том, даже как выглядят их волосы. Самое главное то впечатление, которое они оставляют у людей. Когда они их увидели первый раз, потом пытаются вспомнить их лицо, они не могут точно сфокусироваться на каких-то ярко заметных чертах лица. Они сглажены, они такие вот как бы несколько размытые у рыб. Нету таких брутальных носов, например, или какого-то резко очерченного рта. Все гармонично, чуть-чуть, понемногу. И все в таком загадочном флоре какого-то человека, который знает больше, чем говорит. Ну вот понимаете, такая таинственная, загадочная личность. Вот так примерно люди воспринимают рыб после первого знакомства. Ну, своеобразная внешность, но это еще не все, что я вам хотела рассказать о рыбах. Как знат, вода рыбы очень тяготеет к воде. Водные всякие виды спорта, вообще поездки к морю, к океану, это их любимые занятия. Чем больше воды, тем больше они отдыхают. Это безусловно. Но вода бывает разная и огненная в том числе. Три знака зодиака, помимо остальных, кто шалит. Но три знака зодиака, это особенно подвержены, так сказать, влиянию алкоголя. Это скорпион, это рак и рыбы. Поскольку у них совершенно не выражена воля, и они не могут сопротивляться, это у них как бы свойственно по натуре, то плавно из начавшегося веселья, в котором они, кстати, в алкоголе, как и все знаки зодиака, думают, что они найдут отдохновение своей души. Это некий уход от реалии жизни в виртуальный мир. И более того, их природа таким образом вскроила, что, испив рюмочку до дна, они ощущают какое-то глубокое успокоение для своей души. К сожалению, это успокоение весьма обманчивое. Рыба спивается очень быстро и всерьез. Поэтому, дорогие мои друзья, не советую вам увлекаться алкоголем. И не надо, пожалуйста, думать, что вы действительно всесильные, и бога за бороду схватите, из любого себя недоразумения вытащите. У вас на это нет силы воли и силы духа. Поэтому, не имея таких, собственно говоря, противоядий, будьте любезны не увлекаться. Раки и раки тоже, конечно. Рыба спивается достаточно быстро. Поэтому не увлекайтесь. У рыб есть еще одна особенность. Они рождаются в розовых очках. Они как-то по-своему очень иллюзорно и фантазийно видят мир. С одной стороны, это не достаток, конечно. Но с другой, что бы ни происходило в жизни рыб, даже катаклизм какой-то, ну, например, неприятность мирового масштаба, другой бы знак зодиака уже бы застрелился, не ожидая даже исхода этой ситуации, потому что бы сама съелся. Рыба умудряется, когда вокруг них творится хаос, чувствовать себя достаточно комфортно. И как только им тяжело, они еще больше расслабляются и в каком-то эйфорическом состоянии ждут, куда их вынесет судьба. Это дорогого стоит, потому что, напоминаем, многие знаки не имеют возможности даже дождаться исхода ситуации, самосъедать себя по дороге. А рыбы в этом плане исключительно сконцентрированы на своей персоне, уходят на дно и там издалека наблюдают, какие происходят катаклизмы. То есть, как уходят все. Включают телефоны, их никто не может найти, тогда, когда они нужны, как воздух, а их нигде нет. Или еще что-нибудь делают. И все это, дорогие мои друзья, им, как правило, сходит с рук. Но, наверное, все-таки тут влияние Юпитера, иначе бы их расстреляли три раза в день за то, что они бывают неорганизованные, затевают тело или берутся за то, что не могут выполнить, много она обещает, возьмут даже за это, быть может, гонорар, потом все это заходит в тупик, какой-то хаос. Но хаос это нормальное состояние, как говорится, для рыбы. Иначе для чего им тогда в покровителях Нептун? Чем страннее выглядит ситуация, тем, по-моему, спокойнее выглядят рыбы. И все-таки розовые очки, о которых мы говорили. Светлые рыбы, они слишком большие идеалисты. Нарисовав себе в голове идеальный мир, они потом разочарованы тем, что в результате им преподносит реальная жизнь. А темные рыбы, розовые очки, используют в том назначении, в котором я вам уже перед этим сказала. Отмораживаются и, начнив по многим фронтам, уходят на дно и ждут, когда ситуация сама рассосется. Своебразная, конечно, схема жизни. Но, тем не менее, она у рыб присутствует. Их хладнокровие иногда в самых тяжелых ситуациях удивляет. Но, поверьте мне, это не хладнокровие воли. Это хладнокровие желания, чтобы судьба сама разрешила их трудную ситуацию, подбросила их в какой-то спасительный круг. Лично они, создав вокруг себя ситуацию невыносимую, склонны ее переждать, выключив телефон или отъехав на пару недель в сторону, чтобы там все лбы поразбивали, и в конце концов рыба вернулась, и уже какой-то забрежил свет в конце тоннеля. За ними это водится. Надеюсь, я не слишком символично вам рассказываю, потому что ситуации, которые возникают в жизни рыбы, это, я говорю вам, их огромное количество. Они вообще, в некотором смысле, одев свои розовые очки, могут действительно браться не за то дело, или за дело, которое им не по силам, по каким-то причинам. При этом истребуют гонорар, его растратят, а потом, как говорится, а что дальше? А дальше они спокойненько укладываются на дно, их ищут, их разыскивают, их, там сказать, их ищет милиция, вывешивают и так далее. Потом они всплывают, когда буря проходит, и как ни в чем не бывало, продолжают жить, и делают вид, что они работают над этим делом. Удивительное качество, тяжелое для окружающих, но рыбы вполне с этим справляются. Рыбы, конечно, знак непотопляемых во многих случаях. Никто больше рыб не меняет профессии в своей жизни, потому что они действительно для того, чтобы выжить, наделены достаточным количеством характера. И очень легко меняют профессию на ровном месте. Вчера он был плотником, сегодня он поет на эстраде, послезавтра с эстрады он вдруг полетел в космос. У них вот это вот совершенно естественно. И находится все равно у них какой-то талант, который им, собственно говоря, позволит освоить это новое дело. Если им надо выжить, они, конечно, работы не боятся, но просто у них это все спонтанно. Вот у них нет планирования, у них нет дисциплины. У них есть порыв и желание что-то освоить. Они могут учиться на одну профессию, работать по другой профессии. То есть вот такой вот несколько хаотичный образ жизни, который более стабильный и спланированные знаки действительно доводит до некоторого, так сказать, недоразумения. И еще что раздражает другие знаки зодиака, это то, что рыба избегает самостоятельных решений. Рыбы, как правило, они все время в поиске людей, которые им будут полезны. Это их единственное занятие, их вера в успех, потому что, помните, то рыба где-то в глубине души прекрасно понимает, что самостоятельно они особо-то в жизни не очень могут пристроиться. Они не умеют смотреть вперед. Ведь если вы видели рыбу, глаза у рыбы не на лбу, они у нее с боком расположены. Поэтому он все время пребывает в настоящем и в оба, так сказать, крутят этими глазами в поисках людей, которые ему могут помочь в том или ином вопросе. Вот. А в будущее заглянуть, то есть предусмотреть, что с ним будет наперед, они не в состоянии. Потому что глаза у них так расположены. Вот так живут рыбы. Просчитать свою деятельность наперед они не могут. Вот почему они часто очень живя в настоящем, попадают в будущем в самые нелепые ситуации. Только потому, что они их не умеют предусмотреть. И самое главное, они не имеют желания бороться с проблемами. Вот это их любимое занятие. Проблема возникла, упасть на дно. И пусть течение меня отнесет к другому берегу. Там, видишь, рассосется само собой. Это самая большая беда. Вы же и не используете свои возможности только потому, что вам или лень, или вы не нашли себе сил закончить это дело до конца. Или увлечься чем-то одним. Вот это постоянное метание, скитание. Это рыбам свойственно. В таких неорганизованных людях, которые иногда не могут даже понять, чего они хотят в жизни, как им жить, не имеют воли к победе. С ними вот такой частенько. И получается, что они порхают по жизни и так место нагреть себе и не могут. Это я сейчас говорила несколько о профессиональных возможностях рыб. Да, но практически все. Могут стать кем угодно, но, как правило, не становятся. Потому что тихий заплыв по течению, особенно если по какому-то стечению обстоятельства им снизошло какое-нибудь наследство, которое им позволит безбедно жить длительное время, они вообще ничего делать не будут. Нафига оно нужно, если дома лежит кубышка, а в кубышке есть и деньги. При всей своей неорганизованности, загадочности, тем не менее, у рыб есть некоторые черты, которые надо сейчас отметить. Первая черта, это они совершенно не терпят критики в свой адрес и неохотно слушают совета со стороны. Совет со стороны они слушают беспрекословно. Если человек, который им его дал, например, их босс, который уже временем, так сказать, доказал правильность своих решений, и не раз, этим людям рыбы будут доверять безоговорочно. А всех остальных, кого они считают ниже по рангам, они совета воспринимать не будут. А критиков свой адрес вообще воспринимают штыки. Те, которые у нас молчаливые, романтичные рыбы, светлые рыбы, они, конечно, вам об этом не скажут, но в глубине души они такие же, как все рыбы. Поэтому ни замечаний заслуженных, ни незаслуженных они не воспринимают. Просто темная рыба вам обязательно устроит встречный скандал и набросит с оскорблениями на вас, и скажет, например, это ты мне говоришь, ты посмотри, кто ты. И у вас сразу завяжется потасовка, это сказать, не нажись, а на спирт, который будет высосан из пальца. К сожалению, водятся за рыбами вот эти вот некоторые провокации, то есть на свою персону темные рыбы наступать не дают. Даже если она требует того, чтобы ее хорошо отдравили и намыли, рыбы считают свою персону священной. И критики свой адрес не воспринимают. Помните, я вам говорила, что рыбы достаточно щедры. Они вообще как бы себя назначают опекунами над теми, кому им жизнь дала, там, в жены, в родственники и так далее. Как бы они не собачились со своими родственниками, тем не менее, в любой момент они их поддержат, и их семья может спать спокойно, поскольку рыбы никогда не забудут привезти им покушать, если у них есть деньги, позаботиться об их здоровье, создать им максимальный комфорт и уют. На это рыбам никогда денег не жаль, а это считается одним из семейных знаков. И когда в глубине души рыба фантазирует, они мечтают, что все родственники будут вокруг них, все будут счастливы. Их мечта это большой семейный дом, где собираются все поколения их семьи, где они действительно чувствуют защиту, опору и надежду свою и так далее. Так что в некоторых вот так в нем намешано, но именно семейные и родственные связи рыбами достаточно серьезно опекаются, поддерживаются, и денег рыбы никогда на своей семье не жалеют. В плане здоровья рыбы достаточно жизнеспособный знак, хотя внешне по ним этого не скажешь. Они как бы умеют сохранить свое здоровье, что может его испортить. Все с перебором. Помните, пожалуйста, что у рыб у самих меры нет. Чем бы они ни занимались, они это делают с превеликим ущербом для здоровья. В данном случае, с чего это касается? Ну, возлияние со спиртными напитками вы уже, конечно, поняли. Помните, пожалуйста, что рыба не может унести больше, чем ей подкидывает жизнь. Иными словами, как только у нее начинаются моральные перегрузки или какие-то очень крупные неприятности. Я говорила, что рыба падает на дно, но, упав на дно, она периодически пытается каким-то образом все-таки освободить психику от тех потрясений, которые с ней случаются. Она не умеет держать удар. Малейшие вот такие вот вещи, вот невзирая на то, что кажется, она хладнокровна, внутри нее все равно происходит борьба. Ей это неприятно, больно. Если ситуация вообще выходит из-под контроля, те, кому проще выпить, конечно, выпьют. А те, кто не пьют, те начинают пить успокоительные лекарства. Ну, опять же, меры не знаем ни в том, ни в другом. Ни в алкоголе, ни в успокоителе. Напиваемся почти до остановки сердца. Не надо ничего делать с перебором. Попробуйте внести какую-то систему в свою жизнь. Если вы считаете, что вам нужны успокоители, давайте пить их как бы в профилактических целях каждый день, но по одной таблеточке. Не надо в момент стресса съедать 10 штук таблеток, а потом вызывать реанимацию, потому что вы переборщили. Помните, что вам все время нужен контроль и мера. Мера и дисциплина. Вот эти вещи, которые вам просто не даны от природы. Если, конечно, рыба чем-то злоупотребляет, то, соответственно, говорить о состоянии печени пьющей рыбе не имеет смысла. То есть, если у рыбы что-то заболевает, то это прежде всего по вине того, что она этот орган серьезно нагрузила. Тем или иным образом от вечных нервных перегрузок и от стрессовых ситуаций у рыбы может часто болеть голова или разложиться печень от возлияний на собственный организм. В остальных случаях знак достаточно жизнеспособный, болеет теми же болезнями, как и другие знаки зодиака, без особых тонкостей. Вам нужно почаще отдыхать, разгружать свою нервную систему, общаться с водой, с природой. Если позволяет средства обязательно ездить к океану или морю и там в своей стихии получить, наконец, отдохновение своей душе и своему телу. Представляете, что рыбы успешно делают? Иногда странным образом они могут собрать все последние деньги в доме, ничуть не задумываясь о завтрашнем дне. Вот это неумение думать о завтрашнем дне, заглядывать в будущее рыбам весьма свойственно. Отсюда эти ситуации, которые неприятны, в которых они побывают в будущем. Если вы собрали деньги, купили дорогой путевку и улетели, например, куда-нибудь на Шри-Ланку, вы прекрасно проведете две недели, но вернетесь в опустелый дом, оказывается, ни одной копейки за душой нет. То есть рыбам надо иметь всегда запасную кубышку и научить себя, какая бы сумма ни появилась в руках у рыб, они ее потратят, причем стремительно, в течение короткого периода времени. У них всегда должен быть запасной круг. И если рыбы этому не научились, то эту функцию на себя должны взять члены семьи. То есть, например, если муж не умеет контролировать деньги, то, вероятно, это должна делать жена, и у нее должна иметься всегда запасная кубышка. Иначе рыба, сколько бы она ни зарабатывала и ни приносила денег, всегда остается без денег. Рыбы, скажу им в плюс, они всегда помогут в трудную минуту. У них какое-то даже патологическое желание помогать всем и каждому. И даже темные рыбы, которые особенно человеколюбием не страдают, тем не менее никогда не бросают в трудности, особенно членов семьи. Членами семьи они считают не только свою семью, но и семью, например, их партнера по судьбе, по жизни. То есть, с таким же успехом они ухаживают за всеми членами семьи, которые появляются в их окружении. Поэтому в данном случае, если с вами произошла какая-то беда, и вам действительно нужна рука помощи, первая ее протянет вам рыба. Ничего не могу сказать. Это один из великих плюсов этого знака. И в данном случае, в некотором смысле, чем больше рыба помогает, помните рыбы, тем больше вы исполняете свою карму, и тем больше вам возвращается этого добра в вашу же собственную жизнь. Потому что те, кому вы протянули руку помощи в трудный момент, всегда с такой же радостью протянут ее вам. И тем самым рыбы практически тоже непотопляемы, потому что раз дав свое добро, они получают его от других, и тем самым их жизнь обогащается в том или ином смысле, и моральным, и материальным, что, собственно, и позволяет им достаточно комфортно ходить по жизни. Рыбы, как знак такой своеобразный, не ищущих прямых конфронтаций и прямых путей, он точно так же изъясняется очень витиевато, и у него никогда не бывает прямых ответов «да» и «нет». У него обычно это выглядит «может быть», «наверное», «конечно», «подумаю» и так далее, и тому подобное. То есть вот эти аптекамые фразы, если человек ими изобилует, то вполне вероятно, вы даже по этой его речи вполне возможно поймете, что перед вами знак рыбы. Мы практически для философского осмысления достаточно уже сказали об этом знаке. Надеюсь, всего, что я вам рассказала, вы поняли, что рыбы двойственны. В зависимости от преобладающей части их характера, они либо невыносимы, либо исключительно приятны в индии. Но какие бы они ни были, это все-таки спасительный круг для окружающих. Они с удовольствием протянут руку помощи. Они могут сделать для вас действительно невероятные вещи, на которые, например, пожелобиться какой-то знак зодиака. Извините, что я так сказала. Но, тем не менее, в них много щедрот душевных. Они готовы помочь вам в самую трудную минуту. Они могут ухаживать за пожилыми людьми, которые, собственно говоря, обделены вниманием других членов семьи. Безропотно выполнять их всякие просьбы и пожелания. Они это терпят. Ну, то есть, они в этом плане молодцы. Но у темных рыб есть над чем поработать. И прежде всего, я вам посоветую одну вещь. Над теми, с кем вы живете, вы не должны измываться. Вы должны помнить, что те люди, которые разделили с вами жизнь, это первое сокровище, которое надо оберегать, сдувать с них пыль и молиться на них Богу. Потому что именно эти люди обеспечивают ваш быт, решают ваши бытовые моменты, которые вы, собственно, сами не очень-то склонны решать. Многие рыбы разбрасывают все вокруг себя, ведут себя странным образом. Совершенно такое ощущение, что они родились в свинарнике, и этот свинарник они разводят вокруг себя. Они делают только то, что им комфортно, а то, что это некомфортно другим окружающим, им глубоко наплевать. Но опять же, глубоко наплевать только тем рыбам, которые не получили элементарных понятий о добре и зле и своей силе. Больше заводить вас в эту философию я не буду. Мы впоследствии будем рассказывать о мужчинах рыбах, о женщинах рыбах. Картина начнет потихонечку собираться. Первая характеристика всегда более философская. Она как бы не имеет отношения к конкретному человеку, а в загале как бы о знаке. Но тем не менее, дорогие мои друзья, она тоже весьма нужна, потому что то, что нам дали звезды, хорошего и плохого, мы должны об этом знать и говорить. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok